Снег с проезжей части спецтехника убирает начисто. Там, где трактор не пройдет, помогают дворники. Чтобы на очищенных участках не образовалась наледь, их сразу посыпают противогололедным реагентом. Очищенный снег складируется в приладковой части уличной дорожной сети. И, соответственно, потом в ночное время, учитывая снижение интенсивности дорожного движения, выводится специальные техники на полигоны. Работа кипит и во дворах. Дворники на посту с пяти утра. Убрать снег, прочистить дорожки, спешат до того, как самарцы отправятся на работу. Но не везде есть возможность навести порядок. Мешают припаркованные машины. Машины, конечно, мешают. Вот сейчас бы можно было получше дорогу расчистить. Но, как правило, во всех дворах машины стоят. Поэтому иногда вообще в одну колею приходится чистить, а остальное вручную. К уборке города подходят комплексно. Чистят не только центральные улицы и дворы. Особое внимание территориям возле школ и детских садов. В этом году по поручению главы города Олега Фурсова для уборки этих участков закупили специальные снегоотбрасыватели. С их помощью убрать снег можно намного быстрее. Главное, куда акценты начали заострять внимание, это остановки, это тротуары действительно, это въезды там, где невозможность к социальным объектам, детские сады, школы. Вы, наверное, уже видели, работа вот той малой механизации, которая была приобретена летом для работы в детских садах и школах, она тоже самое срабатывает. За сутки с территории города вывезли почти 200 тонн снега. По прогнозам синоптиков, снегопад в Самаре продлится еще несколько дней. Поэтому темпы работы по уборке снега снижать не будут. Лариса Шалафаст и Дмитрий Мешканцов. События.